Пасхальная причина Мы уже прошли пасхальную неделю А для некоторых завтра будет пасхальное воскресенье Да, сегодня просят всех людей, чтобы не было ночных Ради безопасности Но очень интересно Что при всем том, что христианство разделено на два мира Западный и Восточный Я когда думал, неужели может быть две пасхи, правда? И большому удивлению Я верю, что для христианства Я знаю, для христианства тоже есть место для двух пасх Сегодня я могу сказать спокойно, что это Песах Шаны Песах Шаны Это второй пасх Для тех, это шанс Второй шанс Для тех, кто Осквернился Прикоснулся к мертвому Кто был в пути И не мог праздновать Песах По своей природе Бог многомилостив и долготерпелив И это делает его человеколюбивым И вот так возлюбил Бог мир Что Он отдал Сына Своего за тебя и за меня Для чего? Чтобы Он дал нам успокоение Несмотря на нашу склонность к непослушанию Божьим заветам Бог предварительно знал Что человек Где-то не сможет исполнить все так Как Он это предусмотрел Я говорю о Песахе И поэтому, зная, что может быть какая-то ситуация Бог дает второй шанс Этот шанс для каждого из нас Мы читаем числа 9 глава Говорит Господь Моисею Скажи народу Израиля Вот закон для тебя и в твоих потомках Если человек не может праздновать Песах Назначенное время Так как прикоснулся к мертвому телу Или стал нечистым И был в это время вдали от дома То и он может праздновать Песах Пусть праздновают Пасху вечером 14 дней второго месяца И пусть в это время Ест баранину, хлеб Испеченные без окваски И горькие травы Три вещи Три вещи всего Там перечисляется, что и другие люди Которые у вас Да, которые пришли к вам Они тоже могут праздновать Песах Но по правилам Община Это место не только для проповеди Песен, молитв Это место, где решается субъем многих людей Это место, где люди дают обещания Совершают заветы Участвуют в жизни друг друга Это община Мы все в этом месте В Доме Божьем Совместно встречаем И провожаем друг друга Радуемся и скорбим Как о похоронах Ситуациях Для Антона мы сегодня делали Кадыш По усопшему его пастору И другу И родственнику И это наша община Мы богословляем новорожденных Проводим Бар и Бат Митсу Представляем Новые пары Для бракосочетания Хупа, мемориальные Похороны Конечно же Общее участие Вечерей Господней Библейские праздники И многое другое Должно делаться В религиозных общинах Сегодня такой же день Шаббат Мы делали хвалу и поклонение Мы поделились Отрывком Торы Или же то, что на сердце Мы должны были молиться Над ребенком Но Они Немножко задержались И На Переездах И не смогли Вовремя приехать Это община Хочу обратиться Ко всем тем Кто прошли водное погружение Дали обещание Служить Богу Чистой совестью Если во время Мои проповеди Вы почувствуете Что вам Необходимо будет Сделать нечто Если вы помните Что Ишуа поднял Мацу И сказал Это мое тело Кушайте Тело мое За вас Ломимое Ранами Его Мы что Исцелились Не своими ранами У нас ран хватает Своими ранами Мы не исцеляемся Много хуже нам становится А его ранами И если вы Мои проповеди Почувствуете Что вам нужно Прикоснуться К нему Как то Что говорил Раджер Я оставил Здесь Мацу Для одной Простой вещи Да Раджер сказал Что Бог Здесь Ишу обещает Я здесь С вами Всегда Если вы будете Чувствовать Что вам необходимо Сделать то Что Бог побуждает Подойдите Отломите Часть Афекомен Помните Да Самая вкусная Часть Седера Когда разделяется Между всеми И потом Берется Третья Часа Часа Чаша Завета Да И Еврейская Семья Они Не знают Почему Делают Но они Уже Участвуют В Клевопреломлении Но Сейчас Не Клевопреломлении Сегодня Продолжение Песха Да Вот Перед Песхом Православным Подойдите Возьмите Кусок Этой Мации И сядьте Обратно Можете Сейчас Даже Сделать Потому Что То Что Я буду Говорить Очень Важно И Нужно Услышать Иоанна 14 Глава 12 Стих Истинно Говорю Вам Верующие Меня Дела Которые Я Творю Он Сотворит И Больше Стих Створит Потому Что Я Иду К Отцу Моему Мы Спрашиваем Как Сегодня Исполняется Все Обещания Которые Бог Дал Через Ешуа То есть Ешуа Дает Всем Нам Не Кушайте Послушайте Не Кушайте Только Тогда Когда Вы Почувствуете Нам Нужно Это Сделать Не Будьте Религиозными Ради Того Чтобы Кусок Мат Взять Как Исполняется Сегодня То О чем Ешуа Говорит Что Дела Которые Я Творю И Вы Сотворите Как Роджер Сказал Я Тоже Задаю Такие Вопросы Когда Мы Доверяем Богу Почему Мы Не Видим Это Доверие В Исцеление Изменение Проблем И Ситуации Когда Мы Говорим О Сверхъестественном Первое Что Ко Мне Приходит Мой Разум Это То Что Сверхъестественное Непосредственно Непосредственно Связано С Благовестием Сверхъестественное Запомните Всегда Связано С Благовестием К Нему Приносили Людей Приносили И Он Их Исцелял Матфея 9 глава 2 стих И вот Принесли К Нему Расслабленного Положили Положил На постели И видя Ишуа Веру Их Сказал Расслабленному Дерзай Чада Прощаются Тебе Грехи Твои При всем Некоторые Из книжников Сказали Сами себе Он Богохульствует Простите Он Богохульствует Ишуа 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 Видя Помышления Их Сказал Для Чего Вы Мыслите Худое В сердцах Ваших Ибо Что Легче Сказать Прощаются Тебе Грехи Или Сказать Встань И Ходи Чтобы Вы Знали Что Сын Человеческий Имеет Власть На земле Прощать Грехи Тогда Говорит Расслабленному Встань Возьми Постель Твою И Иди В дом Твой Прощение И Чудо Тендем Царства Божьего Твое Всегда Вместе Потому Что Нужно Чудо Чтобы Сердце Человека Изменилось Этим Чудом Является Божье Прикосновение Если Вы Находитесь На улицах Вашего Дома Вернее Города Замечали Ли Вы Знаки И Замечаете Львы Знаки Или Нет Кто-то Да Кто-то Нет Самый Главный Знак Это Проход Запрещен Наверное Главное Не перепутать Послушайте Чудеса И Знамения Какие бы Они Ни Были Есть Указатель К Единственной Цели Знак Это Всего Лишь Направление Это Не Цель Это Направление Того Чего Мы Ищем Знамения Знаки Того Чего Мы Ищем Этой Целью Становится Дверь В небо А еще Говорит Я Есть Дверь Овцам Входящими Я Найдет Успокоение Поэтому Чего Приди Приди В дом Потому Что У него Была Дочь Одна Лет Двенадцати И Та Была При Смерти Когда Он Шел Народ Теснил Его И Женщина Страдавшая Кровотечением 12 лет Дочери Ира 12 лет Это Женщина Которая Болеет 12 лет Интересное Число Которая Сдержав На Врачей Все Имение Ни Одним Не могла Быть Вылечена Подойдя Сзади Коснулась Края Одежды Его И Тот Час Течение Крови Остановилась И Шо Говорит Кто Прикоснулся Ко Мне Когда Даже Все Отрицали Типа Чур Не я И Хата Не моя Не 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 Я Не Прикасался Интересно Что Петр И все Остальные Говорят Ну Да В Такой Толпе И Не Прикоснуться Все Отрицают Что Не Прикасались Услышите Логику И Шо Говорит Кто Прикоснулся Ко Мне Не Я И Не Я А ты Спрашиваешь Кто Прикоснулся Ко Мне И Шо Сказал Прикоснулся Ко Мне Некто Ибо Я Чувствовал Силу Исшедшая Из Меня Женщина Видя Что Она Не Утаилась Уже Уже Спереди Подошла И Рассказала Ему И Всем Остальным Да Почему Она Это Сделала Она Сказала Что Она Исцелилась И Шо Говорит Ей Дерзай Щек Вера Твоя Спасла Тебя Какая Тайна Прикосновения Я бы Хотел Чтобы Вы Увидели Одну Из Картин Которая Сегодня Находится Магдали В Одном Из Храмов Католической Одна Женщина Рисовала Эту Картину Она Остается Там Я Надеюсь Наши Ребята Вы Ее Покажут Вам Посмотрите На Вы Когда Нибудь Переживали Прикосновения Какие Они Потому Что Есть Тайна Прикосновения Которые Мы Не Можем Передать Я Не Говорю О Божественном Прикосновении Слушайте Я Не Говорю Сейчас О Божественном Прикосновении Я Говорю Обыкновенном Человеческом Прикосновении Какие Чувства Я Помню Когда Мне Исполнилось 10 Лет В нашем Школе Почему-то Не знаю Может В других школах Тоже Были Бальные Танцы Кто Помнит Кружки Бальных Танцев Я Пошел Записался В кружок Бальных Танцев Потому Что Мне Нравилась Девочка Не Потому Что Хотел Танцевать Балеруном Не Хотел Стать Танцевальщиком И На Первых Соревнованиях Со Стыдом Провалился Но Я Помню Точно Послушайте Может быть Это Такое Состояние Когда Ты Хочешь Прикоснуться К тому Кто Тебе Сильно Нравится Мы Мы Сидели На Лавочке Я Такой Руку Вверх Потянул Опускаю Так Чтоб К ней Прикоснулся Я даже не знаю Как ее зовут Я не помню Как ее даже зовут Но Это чувство Ты Прикоснулся Потому Что Ты Хотел Оно Какого-то Тебе Обожгло Этим Чувством Конечно По руке Мне дал Обратно Типа Не протирайте Руки Я помню Другие Прикосновения Если часто Вставлю В резетку Это все Кто Помнит Эти Прикосновения Ребята Разве Такие Это Не забывается Один раз Прикоснулся И понял Что это Навсегда Я вспоминаю Как я Прикоснулся К фехтовальной Сабле Стало Моим Спортом Я вспомню Как я Первый раз Прикасался К мотоциклу Это стало Моей страстью Я помню Когда я Прикоснулся К Татьяне Моей жене Эти Чувства Никогда Не забываются Я говорю Полоцкие вещи В чем Секрет Прикосновения Знаете в чем Ты этого хочешь Ты хочешь Ты хочешь Прикоснуться К тому У кого есть Сила Исцелить То что говорит Роджер Почему мы На какой-то момент Нашей жизни Потеряли эту надежду Эти прикосновения Абсолютно Меняют Нашу жизнь Я задам Пару вопросов Женщина При Такой болезни 12 лет Я не знаю Какое это чувство Боли Дискомфорта Которые Женщины Переживают Во время Кровотечения Я не знаю Честно Я не знаю Но я могу Почитать И понять Что это Резкие боли Которые В животе Дискомфорт Нету силы Нету что-то делать Тебе не хочется Просто Абсолютно Жизни Никакой Более того Мы Они В то время Жили В обществе Религиозном В религиозном Обществе Ты Обязан Следовать Правилам Которые Были На то время И на сегодняшний день Тоже Как вы думаете Была ли она Виновата Что Это Кровотечение Не давало Ей быть Полноценным Членом Общества Которого Она Жила Она Ничего Не Виновата Каждый Из нас Хочет Быть Членом Общества Которого Мы Живем О Левитах Пишется 15 Глава 5 Стих Если У Женщины Течет Кров Многие Дни Не во время Очищения Ее Или Если Она Имеет Истечение Более Обыкновенного Истечения Ее То во Все Время Истечения Нечистоты Ее Подобно Как Продолжение Очищения Всего Она Не Чиста 12 Лет Она Знала Бога Она Молилась Этому Богу Она Хотела Избавиться От Кровотечения Ради Одной Вещи Чтобы Быть Частью Общества В котором Она Жила Дальше Писание Говорит И всякая Постель На которой Она Лежит Во все Время Истечения Своего Будет Нечиста Подобно Как и Постель Продолжение Очищения Ее И всякая Вещь На которую Она Сядет Будет Нечиста Как и Нечиста Во время Очищения Ее И всякий Кто Прикоснется К ним Будет Нечист И должен Вымыть Одежду Свои Омыться Водою И Нечист Будет До вечера Такими Словами Если она Кому-нибудь Прикоснется Человек Тот Что Нечист Прокаженный Должен кричать Был Прокаженный Шуметь И Кричать Что он Прокаженный Все шарахались Я не знаю Что она Должна была Говорить Извините У меня Так Капает Немножко Ну Это Кровь Кричать Что она Нечиста Это Посрамление Это Чувство Она не могла Прийти в Синагогу Представьте Себе Вы хотите Прийти В общину Сюда Я Пример Ну Вы Законник Вы Не можете Запретить Сесть На стул Который Вот тут Кто мы Собираем Потому что Все это Будет Что Нечистое Ты Отстранен От общества И тебе На тебя С высота Смотрит Кто ты Нечистый Ненужный Она Долгие Года Ждала Отселения Ежедневное Переживание Боли Трудности Которые Происходят Это Приводит К депрессии Как Многих Из Нас Которые Не Получили Сово Исцеление Вы Скажите Что делать Когда ты Не получаешь Того Чего Хочешь Ты Потратил Деньги На медицину Посетил Многоконференции Собраний Помазаний И так далее Что делать То что Говорил Раджер Положите Свою Надежду Бога Продолжай Двигаться Эта Женщина Имела План Действий Как Наверное И у нас Должны быть Планы Смотрите Лука Восьмая Глава Подойдя Сзади Коснулась Края Одежды И тот Час Что Кровь У нее Остановилась У нее Был план Надя Какой План Спереди Не могу Толпа Просто Раздавит Я должна Кричать Что я Нечисто Подойду Подкрадусь Как он Говорит Сзади Прикоснусь К одежде Его Почему Почему Краю Одежды Потому что Если Он Машия О Котором Говорят Тогда Исполнится Пороческое Слово Которое Говорит Малахия А над Тобой Взойдет Солнце Правды И Исцеление В лучах Его Оно Поднимется Над тобой Поднимется Это Солнце Правды А правда В том Что Он Является Исцелителем Он Избавитель Он То Кто Освобождает Он То Кто Дает Тебе Надежду Только Он Это Солнце Правды И Знаете Что Там Это Исцеление В лучах Его На Еврите Это Цицит Цицит У него Был План Подобраться К нему Через Толпу Несмотря Что Они Скажут Прикоснуться Краю Одежды Сегодня Религиозные Евреи Вообще Евреи Мы Пытаемся Всегда Что-то Придумать Такое Чтобы Избежать Как бы Нарушения Каких-то Правил Поэтому Мы сделали Себе На четырех Углах Покрывало Молитвенное Цицит Мы Проверяем Каждую Из них Произносим Молитвы Молитву Над Покрывалом Над Цицит В те времена Это так же Само Было Ну Не совсем Такое Покрывало И Действительно Она Подошла И Сказала Если Он Машех Внутри Себя Он Машех Тогда Мое Исцеление В Его Цицит И Шоу Был Практикующим Иудеем Это Не Форма Одежды Черные Бобровые Шапки И Пейсы Он Был Практикующим Евреем В то Время Какое Было И Он Носил Эту Одежду Как Заповедь Числа 15 Глава 38 Стих Объяви Сынам Израилем Скажи Им Чтобы Они Делали Себе Кисти На Краях Одеж Своих В Роды Их И Кисти Которые На Краях Вставляли Нить Из Голубой Шерсти Мы Потеряли Эту Нить Молюсь Который Мы Делали Эту Нить Не Выжил Он В Красной Книге Остался И Будут Они В Кистях У Вас Для Того Чтобы Вы Смотря На Них Вспоминали Все Заповеди Господни И И И И И И Нили И И И И И И Слово Слово Стало Плодию И И Находилось Среди Лудей Полная Благодати Напоминание Того Что Только У Бога Есть Ответ для твоей жизни он был исполняющий заповеди и он говорил о том что я пришел не научить законно исполнить дара законе 23 12 сделать себе кисточки на четырех углах и покрой покрывала твою которым ты покрываешься это слово от бога все наши действия которые в еврейской жизни происходит ты проснулся делаешь молитву идешь помыть руки молишься хлеб молишься путешествие молишься за детей за все на все есть молитвы начинается на найти чего благословен ты называют проход надежда на благословение поэтому когда мы говорим о кистях не поставить его показал вам да женщина прикоснулась краю одежды с надеждой своего исцеления все это люди толпились они прикасались они двигались только один прикоснулся с целью помните этого мальчика 10 лет которая до больных танцев провалился у него была цель прикоснуться к руки девочка которая даже не знал имя цель какова у нас цель здесь чтобы собираться а если бы я только прикоснулась краю его одежды и если о машинах то точно краях его кистей я получу исцеление ведь так сказал пророк исцеление кистях его то есть вот в этих цицит конечно же еще говорит о том что есть люди которые делают все на подна показ матфея 23 3 и так если все что они делают или говорят вам делать соблюдайте и делайте но делам же их не поступайте ибо они говорят и не делают и связывают бремена тяжелые и неудобно носимые возлагают на плечи людям а сами не хотят перестом двинуть все же они делают они делают то чтобы все видели что они делают расширяют хранилища свои увеличивают воскрыли одежь своих вот хранилище кто знает что это твилин расширять для чего удлинять цицит для чего чтобы люди думали что они очень набожные что они ищут бога они любят приветствия в народных собраниях чтобы люди замечали и говорили им учителю учитель вы знаете даже фарисеи понимали сущность этих кисть и ишуа исполняя заповедь знал что кто-то когда-то к нему прикоснется возьмите если я ставлю это в резерву за вопрос просто глупый вы знаете что через них идет сила тока а есть еще терапия как там называются шоковая терапия да электротерапия кто знает знает такие да помогает я помогает помогает я вставлю в резерву если я вставлю в резерву и вы знаете что прикоснуться к этим двум проводам вам поможет сделаете вот ты сказала нет а представьте себе что эта женщина которая знала что я прикоснусь хотим цицит и она обязательно поможет сила и власть еще быть она из аж сошла из меня я почувствовал она ушла и вот в этом то и проблема наша с вами что мы знаем где есть исцеление что а где мы можем прикоснуться но мы говорим не совсем не совсем я достоин я грешу еще но мне так надо исцеление но я грешу еще мы боимся потому что несем ответственность если на самом деле если подключу и скажу пом поможет вам поможет это вы скажете поможет прикоснетесь кто-то сказал да а кто-то сказал нет я хочу чтобы понимали простой принцип который это женщина научилась еще год дана мне всякая власть на небе на земле если эта власть сегодня это в сила то эта сила находится в нем она говорила эти слова что мы говорим что мы ищем на что мы полагаемся во что мы с вами на самом деле верим во всемогущего сильного бога который может сегодня нас исцелить освободить дать нам надежду или же как эти воины которые верили что это их трофей разделить одежды которые сняли сешу знаете что там написано смотрите воины же когда распяли ешуа взяли одежды его разделили на 4 части каждому воину по части и хитон хитон же был не сшитый а весь тканый сверху и вот на этом хитоне висели что сицид помогли помогал помог ли этот хитон этому воину как тот хитон который помог этой женщине абсолютно мы можем иметь что-то от ешуа и она абсолютно бесполезно для нас а можно иметь цель и прикоснуться только хитон достался тому кто выиграл вы можете меня спросить а почему мы не видим явных исцелений сегодня как Роджер и я мы тоже спрашиваем почему но знаете в чем ответ ответственность не на мне а на том кто принимает его у этой женщины на ней была ответственность получить то что она хотела избавления прикосниться тому к чему она хотела прикоснуться иисус из назарета проповедовал царство а не исцеление вы слышите царство не исцеление и когда он они слышали люди его слова они делали вывод что исполнение форочество оно полностью полагалось на этого на ту личность сегодня у вас есть кто-то пришел отломал хлеб мацу потрогайте потрогайте что-то для вас что-то за прикосновение и самое главное к чему к маце которую мы разделили на песок или же как еще говорит это мое тело это мое тело если мы хотим что-то и к чему-то прикоснуться у нас должно быть понимание писая 53-4 но он и изъязлен был за нашей внемощи и понес наши болезни а мы думали что он был поражаем наказуем уничижен Богом но он извязан был за грехи мои мучен был за мои беззакония и наказание мира нашего было на нем и ранами на теле его мы исцелились Петр Петр излагает это другим еще способом он грехи наши вознес телом своим на древо дабы мы избавившись от грехов жили для правды и дальше продолжать ранами его мы исцелились я я верю что то что приехал раджер сюда и началось именно с этого с того что будет бог делать свое чудо и избавление этот наш шанс для меня сегодня песок шани тот самый песок который дает второй шанс для нечистивых для нечистых для тех кто опоздал тот еще не пришел это второй песок в руках каждого из нас кто взял кусочек маци этот афеком сладкая часть одну простую вещь я скажу я зачитал левитам когда сказано что если человек или женщина с проговоротечением прикоснется к другому он становится нечистым помните да нечистое делает чистое нечистым в этом отличается еще нечистое прикасается к чистому и чистое делает нечистым абсолютно чистым абсолютно чистым где логика где это понятие если сказано что если нечистый прикоснется то нечистое до вечера а это нечистое говорит это маши если это маши она пробирается хватается за и говорит не может быть я стала чистой у меня есть возможность быть частью народа сказать сказать всем что мой бог сделал для меня она хотела тихо уйти но поняла что невозможно скрыться возможно кто-то из вас захочет тихо уйти пережив что-то с богом но поверьте это невозможно будет скрыть невозможно будет скрыть от ваших близких и родных оно внутри просто будет говорить о том что бог сделал о том чем говорил Роджер что не он не кто-то другой не хочет молчать о том что бог делает а он делает это сегодня во время поклонения сейчас хочу чтобы нет неправильно сказать я хочу вы должны сами хотеть чему-то прикоснуться кто что влечет кто нас влечет кто нас приближает если меня как бы подростка влекла девочка прикоснуться к ее руке либо когда я хотел стать спортсменом я увлекся фехтованием я с удовольствием держал эту саблю в руках когда я женился я взял свою жену за руку это приятное чувство я имел цели получить удовлетворение своим прикосновением мое внутреннее эго хотела это поэтому вы спросите как получить исцеление нужно хотеть и шуа говорит ей вера твоя она спасла тебя если у нас это вера желание я хочу еще раз увидеть его чудо я уже много раз переживал чудес я видел много своей жизни хочу еще раз и еще раз самое большое чудо которое я хочу видеть победу победу скорую победу о которой каждый наверное мечтает пускай я буду болен я буду видеть победу пускай я буду раненый но я увижу победу даже если я буду без ноги я увижу победу если я буду без руки я увижу победу послушайте сегодня время прикосновения я прошу здесь прославления подняться каждого из нас тоже если вы отломали этот кусок мацы и не знаю для чего и не знаете зачем мы его взяли может быть нету разницы для меня только вы знаете почему попробуйте не укусить его а почувствовать это прикосновение ваших рук как эта женщина кто постерлась и прикоснулась но и 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